Так, друзья, наконец настал тот момент, когда я вам всем расскажу вот эту правду. Правду о том, как управлять своими мыслями, управлять процессами своего организма, который происходит помимо вас. Пищеварение, регенерация и так далее. Все, что связано с телом и все, что связано с умом. Если вы часто смотрите различные сатсанги, то можете, не моя, а других спикеров, можете услышать такую вещь, что вы не управляете своим умом, не управляете ни одним процессом. Вы не можете знать, как вы смотрите, как работает ваше сердце. Оно просто работает, вы просто видите, вы уже с этим родились. И вы не отвечаете за эти механизмы, которые позволяют вам использоваться возможностями своего тела и, так скажем, быть жертвами процессов своих каких-то мыслей, которые вас заставляют страдать, например, испытывать ту же радость или какие-то другие эмоции, которые возникают, если вы понаблюдаете за этим процессом автоматически. И вы как будто бы этим не управляете, как будто это все не ваше, не мысли и, собственно, не тело. Оно не ваше. Вы этим не можете, вы не знаете, как. Вы можете только что-то придумать, сфантазировать. То есть, говорят вам, как бы, спикеры зачастую, те, кто ведут сатсанги. Вы можете только сказать какую-нибудь фигню, придумать и вот таким образом ответить, где у вас, например, находится тот, кто задает вопросы. Откуда начинается смотрение ваших глаз. Как вы запускаете ту или иную мысль и делаете то или иное движение, например, рукой. Как вы запускаете это, как вы это делаете. Тем самым вам как бы показывают, что вообще вы этим не владеете. Вы этим не властны над этими процессами. И когда вы пытаетесь его заразить, то выясняется, что все аргументы, которые вы приводите в пример того, как, что происходит, они являются вашими чистыми фантазиями, просто придумками. Или какими-то вот, ну не знаю, тем, что вы там где-то прочли и каким-то еще непонятным способом пытаетесь интерпретировать слова каких-то там мыслителей, которые в ваших устах звучат вообще по-другому. А теперь посмотрим, что такое реальность. С точки зрения моей и с точки зрения вообще вот спикеров, которые вам пытаются объяснить этот феномен, который вы наблюдаете, как жизнь. Обычно это звучит как все, что мы видим, все, что мы наблюдаем, это иллюзия. Создающая ощущение жизни, иллюзия, которая является совокупностью различных состояний процесса мысли. Мысль, которая создает различные грани, объемы, выдающие мысль за нечто реальное и живое. Это и время, это и расстояние. То есть мы можем сейчас перечислять различные измерения, которые создают нам объем жизни. Создают вот это вот 3000, 3000 миллион, миллиардов Д модель. Есть 3Д, есть 4Д, есть театры, кинотеатры 5Д, даже, по-моему, 6Д. Помимо объема звука, еще и дают ощущение. Вот так же и эта жизнь здесь. Здесь много-много всяких Д, которые работают на то, чтобы вам казалось, эта жизнь казалась очень реальной, неоспоримой, имеющей внутреннюю систему доказывания, опыта, памяти. То есть память это тоже одна из форм измерений, как расстояние, время, слышимость, зрение из определенной точки. Это тоже ощущение, которое можно эту точку отрезать при помощи определенной практики. И увидеть, что смотрение происходит не из глаз, а оно вообще в это все есть смотрение. То есть глаза как будто исчезают, вы смотрите как будто бы всем сразу. За счет этого появляется вот это ощущение гармонии, когда все на своем месте. И только лишь при условии того, что мы смотрим глазами, мы теряем вот эту гармонию, поскольку мы создаем только один ракурс восприятия. Вот при помощи некоторых практик или, так скажем, спецсредств можно изменить вот эту точку, эту позицию восприятия, этот ракурс, и оно станет многоракурсным, то есть бесконечно ракурсным. То есть возникает пространство, где нету ограничений восприятия, оно все остается гармоничным. Так вот. Эти объемы, эти... Там такая произошла фигня, что я очень ждал этого момента, когда наконец сяду в вагончик, еще хороший такой вагончик, тихий, и сяду, все это вам расскажу. А там с самого начала мне все время что-то мешало. Кто-то двери там какие-то закрывал, кто-то ходил, что-то шумел. И в тот момент, когда вот я уже собирался с мыслью и готов был вот начать открыть уста и все, запел поэт, ну вот никак оно не получалось, потому что слишком большие были не то, что ожидания, но я же пообещал рассказать вам об этом. И вот сейчас вот должен, уже два часа я должен сесть и все это рассказать. И все мне мешает. И вот дикое раздражение, с которым я не мог справиться, потому что ожидания были одни, а ситуации мне вот как будто вот кто-то не хотел, чтобы я рассказывал об этом. Но тем не менее, если вы снисходительно отнесетесь к этому моему состоянию, вы все дождетесь, все услышите. Да, ну это забавно вот смотреть, как я там дергаюсь и не могу мыслями собраться, у меня все расцепилось, потому что накануне я Юльке рассказывал это все, и это выглядело как прекрасная такая сказка, струящаяся, очень органичная. И я не испытывал никаких проблем и препятствий к тому, чтобы изложить вот эту мысль, пришедшую мне в голову. А здесь она вот ничего не идет, я пытаюсь что-то вспомнить, и все это коряво выглядит, короче. Ну, дальше там раскручивается, все нормально будет. И вы узнаете эту тайну. Так вот, эта многомерность, ощущение, она создается вот этой мыслью. Мысль, которая делится, формируется в программы и создает нам вот эти понятия того, из чего потом складывается иллюзия восприятия. Которая включает в себя множество, множество различных ракурсов и точек измерения. Еще раз повторю, слух, зрение, ощущение, мысль, мнение, страх, беспокойство, оценка. Это тоже все элементы измерения, создающие вот этот объем. И в сути, в своей, это и есть иллюзия. Вот в сути, в совокупности своей возникает иллюзия восприятия, иллюзия ощущения вот этого фильма, внутри которого вы находитесь, как персонаж, который тоже сформирован вот этими элементами мыслей. Мысли, которые складываются в последовательность, в эти рассказывания. По сути, когда вы смотрите на какой-то предмет, на человека или на событие, ну, скажем, на человека, вы смотрите на рассказ об этом человеке. Когда вы начинаете на него смотреть, вы, ваш ум включает вот этот вот рассказ, и вы начинаете рассказывать себе, вот, глаза, уши, брови, лоб, голова, вот, появляется шея, человек. Сейчас я вот так медленно, последовательно делаю, а там это все мгновенно, сразу, этот рассказ возникает. Вот он идет, куда идет, магазин, наверное, он такой же, как я, так же почистил зубы. Загружается информация, так же там то, что и я, он похож, у него такой же нос, сейчас он, там у него сопли, слезы, глаза, проблемы, жена, дети, а может быть, что-то еще и так далее. И вот он вам наваливает, 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 и вот эту кучу-кучу мыслей, которая не одна, а их там миллиарды, триллиарды, чтобы создать одного человека. И все, вот она формируется, вот эта картинка. И дальше мы теперь, чтобы не загружать вас еще всякими отступательными мыслями на тему, как создается картинка реальности, мы сразу перекинемся к вопросу, как ее менять, как владеть всем, владеть, иметь власть над всем, иметь все возможности, все ключи ко всем ответам, и быть всемогущим, ходить по воде, создавать из ничего что-либо, и тем самым вот как бы вот в этом состоянии как бы жить. Но сначала вопрос, почему мы так не делаем, раз все это иллюзия изначально, раз все это уже изначально суть какого-то волшебного процесса, к которому вы имеете непосредственное отношение, как мысль, как форма созданная этой мыслью, как то, о чем эта мысль. Очень важные слова, хорошо, все уйдя отсюда. Да, так и было. Как то, о чем эта мысль, и как то, зачем эта мысль, ну, за тем, что оно, чтобы было, прежде всего, чтобы было. Так вот, как это, почему мы этим не пользуемся, не управляем, почему мы не владеем и не создаем чудеса? Друзья, вот уже три года моя сестра Наталья участвует в создании детского образовательного центра. Это объединение родителей, которые совместно с опытными педагогами занимаются образованием своих детей в соответствии с принципами гуманной педагогики и русской классической школы. Ранее этому объединению предоставляли здания, где они могли проводить занятия. В июле 22-го года стало известно, что детский центр не может им дальше пользоваться. Возникла острая задача в короткие сроки построить свое. В конце августа начались работы. Стройка – дело, требующее больших финансовых вложений. Бюджет дальнейшего строительства – 2 миллиона рублей. Вот прямо сейчас нужно закончить кровельные работы, установить окна и сделать электропроводку. Объединение некоммерческое и существует на личные средства родителей. Я обращаюсь ко всем, кто меня знает, с просьбой помочь этому проекту. Дом, в котором дети смогут заниматься. Будем благодарны за любые ваши посильные пожертвования. Номер карты для сбора средств в описании к видео. Властелин Калиц. Все смотрели фильм? Так вот. Вот это кольцо всевластия и есть то, чего не нужно никому. Это есть проклятие. Это есть состояние, которое создаст вам очередную возможность или неспособность управлять чем-либо. Короче, не в потоке я был, и когда этот поток по мне вернется, я обязательно продолжу или расскажу более подробно вот эту тему, раскрою. Поэтому я больше половины выкинул. Не тот был момент. Он не спонтанен был. Он был запланирован, поэтому все это слушается не так. Ярко как-то должно было быть в другой раз. Поэтому маленький кусочек еще вам оставлю из этого. Если что-то поймете, то поймете. Нет, задавайте вопросы, мы разберем это в чате. События, жизнь, история, эволюция. Это все программы, которые позволяют ограничить возможности ума. Благодаря чему этот ум проявляется. Однажды во время мухоморного погружения, где я встретился с таким явлением, как тошнота. И вот там много-много было. За пидоры все время ходят. Во время как... Да пошли вы нахуй, блядь. Во время была тошнота, во время которой я начал в эту тошноту смотреть. Ощущение того, что все создается мыслями, и что эта тошнота тоже мысль, была очень яркая. И пока все блевали, я лежал и смотрел в эту тошноту, и досмотрелся до такой степени, до такой степени, что начал эту тошноту представлять себе, как она выглядит, в виде чего. сначала она была в виде какого-то свечения. Бледно-желтого, что-то похожего как раз-таки на желчь, на какие-то вот такие цвета, недоступные нам, потому что они внутри у нас, в наших органах. Потом я из этой тошноты сделал блевотину. Потом создал вот такую историю, как будто бы эта блевотина высохла. Я ее сложил несколько раз, прессовал, заполировал, обрезал. И это все как бы было в мыслях. И сделал из нее столик. На столик поставил фруктовый чаек, его выпил. И все это я как бы фантазировал, все это видел, вот этот мультик, вот эту галлюцинацию, которая происходила внутри. Я ее сам создавал. Я как бы вот именно создавал этот процесс в своем воображении. И когда вот этот столик возник, на котором я поставил чаек и его выпил, я обнаружил, что тошнота прошла. Потому что тошнота потеряла свое свойство, свое предназначение тошнить. Оно было... Брась-то, сыная, блядь, пидоресса. А тошнота превратилась... Какие же пидоры, блядь, да? Тошнота превратилась в столик. И у нее появилось новое предназначение. Не тошнить, а служить. Как столь пидорасы, блядь. Этот вагончик полон призраков. После чего тошнота превратилась в столик, задача которого было напоить меня чаем. Все, что вы видите вокруг, это иллюзия. Это ваши мысли, которые вы наблюдаете как форму. Это не только те мысли, которые лежат на поверхности. Это огромное количество, огромные слои вот этих процессов мыслительных, которые как машина создают для вас реальность. создают вас. Создают тех, кто эту реальность наблюдает. Вас. Вы являетесь процессом этих мыслей, которые доказывают их существование своей персоной, своей головой, своим умом, мозгом. Вы доказываете существование ума, который выражен в ваших мыслях и находится в мозгу, который находится в голове. И голова, которая создается умом. То есть вот эта закольцовка, о которой я все время говорю, и из которой вы не выпрыгнете. Вы никогда не сможете найти первоисточник, первопричину. Вы находитесь внутри иллюзии, которые единственные, реальные в этом мире, в которой и есть этот мир, иллюзия, она реальна. Она, и этот механизм, он реален, он создает ощущение жизни, ощущение реальности. И он абсолютно волшебен. То есть его суть, волшебство, оно вот так и складывается. Ну, это как бы волшебство, но это процесс подобен какому-то компьютеру, то есть такому очень мощному. Очень-очень мощному, которого еще нет в природе, в жизни. Нет такого компьютера. Ну, есть что-то похожее, которое создаёт те или иные иллюзии, благодаря как раз-таки программированию. И вот эта жизнь, то она тоже программирования. Оно создаётся мыслями. То есть оно не где-то на винчестере, а оно является самой мысль. То есть сама мысль, сам ум создаёт сам себя. Создаёт иллюзию внутри себя. Это такой вот невидимый винчестер, внутри которого вы проявляетесь, чтобы осознать, кто ты. Чтобы ум сам себя смог осознать. В этом и есть его задача проявлять проявлять себя, демонстрировать себя. От этого вот это всё время наше эгоистичное желание всё время себя выпячивать, показывать. Ну, есть тоже как бы разные уровни выпячивания себя. Есть детский, когда ты там ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля письку показываешь. А есть уже взрослые, когда вот как я сейчас сижу и тоже себя наблюдаю. И выпячивание, и демонстрация, оно является для самих себя. Для самого себя, как будто бы для кого-то еще. То есть все здесь как будто бы. Грубо говоря, реальность создает бота ответственного за все то, чем она является. То есть сама реальность не может быть, отвечать за то, что она производит. Поэтому она создает бота в виде вас. Как подставная фирма. Как подставной директор, который не владеет информацией о деятельности тех, кто создал эту фирму. А они там могут воровать, не платить налоги, укрывать какие-то бухгалтерские процессы. И в конечном результате все сваливает на вас, вы садитесь в тюрьму. Вы становитесь ответственным за то, что происходит в этой реальности. Вот эта иллюзия вашей причастности к тому, кем вы назначены. Жизнь создает бота, который какой-то актер, изображающий, так скажем, ответственного за это мероприятие, директора. На которого потом сваливаются все беды, все претензии к нему. То, что вы реальны, это все равно, что подставной директор вдруг в какой-то момент понял или поверил в то, что он реальный директор. Что-то реально, вот он, ему такие предъявы делают, что-то типа, ты что наворовал? Он такой, ну я, и не может вспомнить, чего ты наворовал. Вот так же вы, что ты тут херни натворил? Ты такой, да, признаю свою вину. И вот вы вот с этой, с чувством вины, с признанием своей вины за всю херню, которую вы тут переживаете внутри себя и вините себя за свои переживания. И вот это так и выглядит, как сумасшествие, как сумасшествие, который считает себя Иисусом Христом и сидит в психушке, в смирительной рубашке и думает, что он Христос, а вокруг апостолы. Вот он реально в это верит. Так же и вы верите в то, что вы, там, Дима Петров, и вы носитесь вот с этими проблемами, задаете вопросы и вот этот ужас испытываете, из-за которого не можете просто вот жить, радоваться и решить какие-то вот внутренние проблемы. Они неразрешимы, потому что вы вот этот подставной директор, вы бот, вас нет, вас не существует, вы только видимость того, что вы кто-то. В действительности вы никто, вы просто кукла, которая является следствием объяснения жизни, объяснения реальности. Так реальность, так жизнь объясняет саму себя через вас. У вас есть единственная опция, это творчество, при помощи иллюзии, при помощи творческого состояния создавать реальные, как бы реальные вещи. А к ребенку, которому дали какие-то игрушки, машинку сказали, ты тракторист. И он такой реально, видишь, он тракторист играет. Так же и вы в этой жизни, все, что вы делаете, оно вот так, как вот у этого ребенка. Так, как ребенок еще знает, что он это не настоящий трактор, что он не настоящий сварщик. И он играет в это. А вы забыли. И вам кажется, что вы настоящий, Вася Петров. И вы по-настоящему свою вину признаете во всех грехах, в которых вас вложили, как программу, как вот в эту игрушку, которой предназначение играть. А вы серьезно. И вот здесь, в этом чате, вы мне задаете вопросы, а как вот с этим ужасенним. Вы просто забыли, что вы в игре, вы играете. Это не настоящее все. Но оно выглядит, как реальное. Не ощущается, как реальное. В тюрьму вы садитесь. В игрушечную, она как реальное. Но если в хуйню начинаете творить, если думаете, что вам все дозволено, то там и окажетесь. Если будете слишком серьезно относиться к этим конструкциям и пытаться серьезно разобраться в том, что я сейчас говорю, то откажетесь в психушке. Вот так оно. И вот этот инструмент, как будто бы инструмент вашей фантазии, который находится внутри персонажа, созданного умом, являющегося следствием процесса, который создает ум мыслительного, вы и можете этим пользоваться. То есть можете вот так же, как я подобно поменял предназначение тошноты, вы так же можете менять предназначение тех или иных процессов внутри себя. Например, страх. Например, депрессия. Вы можете работать с этими состояниями, с этими и любыми другими различными феноменами, как художник. То есть влияние, изменение, подчинение и управление всем является творческим процессом. Как вы это делаете? Вы знать не можете. Вы можете это только придумать, сочинить. И вот то, когда вам на сатсангах говорят, ну это ты все придумал, ну это все ты сочинил, это бред белиберда, вот это и есть то, что является инструментом бред и белиберда. То есть абсолютная ваша чушь, фантазия, которая является единственным вашим возможным источником для управления, который уже всем управляет, который уже находится вне вашего контроля, поскольку у творческого процесса есть еще и спонтанный механизм, или как скажем автопилот. Вы бросаете краску, а он летит как угодно на холст. Вы этим не управляете. А можете взять кисть и направить, и сделать линию по вашему желанию. А можно ее сделать так, как она получится. И вот сейчас вы находитесь как раз в этом самом процессе. В процессе спонтанного разрешения ситуации внутри жизни. Она сама разрешается. Создается некий закон, видимость закона, видимость порядка, видимость какой-то программы, как жизнь и смерть. И вы внутри нее, который боретесь с проблемами, пытаетесь спастись, решить какие-то важные задачи, связанные как раз-таки с своей персоной, со своей личностью, которую вы формируете. Это все на основе программы, на основе закона, внутри которого, помимо того, что вы что-то делаете и создаете из этого действия какой-то контур себя, существует еще нечто спонтанное. Оно как бы само собой. Само собой растут деревья, само собой меняется погода, планеты вращаются, все само собой. И эти тоже картинки, эти элементы иллюзии, вот эти фильмы, они имеют очень четкую закольцованную структуру, которая тоже меняется, но только если в ускоренной динамике вы сможете это заметить, как, например, смещение планет, или там изменение климата. Это все тоже условный момент. То есть зафиксироваться ничего не может настолько, чтобы оно не менялось, но вы сможете создать ощущение того, что ничего не меняется. Точно так же, как вот я, например, сейчас могу замолчать и застыть. Как будто стоп-кадр. Но это только ощущение. На самом деле процессы все продолжаются. И вот это ощущение и работа с этим ощущением и является инструментом и ключом ко всем вашим ответам и к решению всех ваших задач. Вы можете при помощи этого инструмента, то есть ощущения, фантазии, создавать все, что угодно и менять любые значения этих ощущений, предназначения, свойства и, ну вот как я говорил, в чем предназначение тошноты? Чтобы, чтобы тошнило. И вот вы ее используете, обслуживаете. Что такое тошнота? Это вот беспокойство везде. Это что-то тянет. Это что-то вот такое. Какая тошнота? Она какая-то желтая. Она какая-то бледная, неприятная, с мхом, плесь, что-то. И вот пошел образ. Вы этот образ не видите, как картинку, но он, можно так сказать, подсознательно ощущается. Потому что подсознательность это тоже рассказ, это тоже вот такое, ну, тоже программа, которую вы используете для еще большей объемности восприятия себя и реальности. На самом деле это все одно, одно едино. Оно едино и создает вот это ощущение нагромождения, других слоев, других миров, других измерений, что других временных каких-то категорий, прошлое, будущее, предположения, ощущения, предощущения, дежавю и так далее. Это все как бы вот эти якобы измерения, которые якобы существуют, как пространство, например, нашей жизни, пространство сна. Оно все одно и то же. Это просто вот такое, как бы, оно и почему еще, оно одновременное. Потому что время это только вот как раз таки иллюзия, иллюзия, которая создает ощущение времени, ощущение того, что что-то было и что что-то будет. По-другому не может быть никак, потому что без времени, да, а его не существует. Потому что вот этот вот момент, о котором все говорят, быть в моменте, он может только быть, существовать, при наличии времени, при наличии расстояния временного, прошлого и будущего. И вот настоящий момент. Уберите прошлое и будущее, и что станет с моментом, как это назвать? Момент, он будет относительно чего? Прошлого и будущего. А если его нет, то относительно и момент исчезает. Момента нету. Эти вещи существуют только в связке друг с другом, в связке вот с этой программой, с этим рассказом о том, что это такое, относительно чего он. То есть кто ты? Я тот, кто вот вышел оттуда. Как ты сюда зашел? Вот так. Вот шел там, и вот тогда. Если этого ничего нет, тогда и вопроса нет, как ты здесь оказался. Потому что как быть не может, если оно вот вне контекста того, что является твоей относительностью. Если вы уловите этот момент, если вы попробуете попрактиковаться и поменять значение явлений внутри себя, как ощущения, или как предметов, или как чего-то еще, можно начать с ощущения. С той же самой тошноты, или с чесотки, или с головной боли. Конечно, вот в эмпирическом состоянии ума очень трудно будет справиться даже с той же чесоткой. Но со спецсредствами, конечно, вы можете наблюдать эту чесотку, она быстро исчезает. Вы быстро меняете ее значение. Она как будто, особенно в определенном состоянии, ну, можно даже сказать, медитацией, так скажем, условно то, что я имею в виду под средствами, скажем, медитация, в состоянии медитации, вы можете эту чесотку убрать тем, что просто она поменяет значение свое, поменяет свое предназначение. Она будет не чесать, она будет превратиться в какой-то образ, соответственно, который чесать не может. Грубо говоря, космический корабль, который вы запустите в космос. Точно так же вы можете поступить со своим эго, с желаниями. Вы можете это желание материализовать, придумать для него художественный образ и с ним разобраться. Например, превратить свое желание в ежика и скормить его гепарду. и посмотреть, как он будет с ним, с этим, с ежиком возиться. Рано или поздно он его сожрет. Вот вы смотрите, наблюдайте этот мультик, как гепарда жрет вашего ежика, который был сделан из вашего эго или из какого-то желания. Вот так пошизуйте. Многие из вас сейчас скажут, что я ебнулся, что я сейчас несу хуйню и правильно так сделают наиболее мудрые, но не осознающие свою мудрость, поскольку владение такой техникой, владение такими магическими процессами, как превращение всего-всего во что угодно при помощи иллюзии, фантазии, кроме которой ничего не существует в этом мире. Других инструментов нет, кроме как фантазия. Тут мир фантазия. И в этой фантазии может быть только фантазия, в этой игре может быть только игра. Вы можете назвать это игрой, ложью, враньем, хитростью, вселенским, дьяволом. Здесь не может быть и вы являетесь частью этого всего. Поэтому сказать какую-то правду, будучи уже неправдой, вы не сможете. Вы сможете только создать ощущение правды, иллюзию правды. Вы уже являетесь фейком, а фейк не может сделать настоящее что-то. Вы можете создать иллюзию настоящей, ибо настоящее изначально является иллюзией, потому что настоящее дает настоящность вот вот эта настоящность настоящего только лишь в ощущении. А ощущение это и вдумайтесь слово ощущение, оно не настоящее, оно ощущается только, оно кажется. Ощущение это кажущееся что-то. Этого нет. И вы находитесь внутри того, чего нет. но вы не находитесь тут, а вы как бы находитесь. Это только ощущение того, что вы здесь находитесь, потому что это все является процессом вот такой бесконечной фантазии, которой вы являетесь сами. И внутри этой фантазии вы можете, все, что вы можете, это только фантазировать. вы не можете сделать ничего из того, что уже и так сделано. Вы не можете понять и запустить этот процесс фантазии, потому что он не настоящий. Все, что вы можете в этой жизни сделать, это сделать так, как вы делали, когда вы были детьми. По на рожку. Это и будет по-настоящему. Ибо этот мир и есть по-на-рожку. Но ощущается как настоящий, серьезный и вот такой вот реальный. Это только ощущение, потому что реальное ощущение это следствие работы вашей фантазии и вашей веры. Вы как ребенок верите в то, что вы повзрослели, что вы взрослый. И вот вы уже в этой игре вам кажется, что вы уже с бородой седой, но вы все еще тот же ребенок, который играет в эту игру. Игра играет в ребенка, то есть игра создает того, кто в нее играет. И сначала это был ребенок, а потом вот такой вот, как я, например, взрослый, потом будет дедушка, потом умрет, и все это будет процесс игры, который создает эту иллюзию, внутри которой вы сами иллюзия. и все, что вы можете сделать, это очередную иллюзию и в нее поверить. Еще раз говорю, здесь нет ничего реального, все реальное, это только лишь ощущения вашей фантазии, вот и фантазируйте, только аккуратно, будьте аккуратны, потому что психушка рядом, она всегда на чеку и бдит, чтобы в любой момент вас туда посадить, и помните, что вы знаете, что это игра, вы знаете, что вы персонаж, а не верите в это, потому что если вы начнете управлять и делать то, о чем я вам говорю, вы поверите в то, что вы это можете делать, и тогда окажетесь в психушке. Ну что же, вот стройка продолжается, вот смотрите, кто здесь, Радакишор, ставит окошко, утепление пошло, тут вот утепление полная комната у нас, дальше пошли, так, направо, тут у нас Никита, что-то подрезает ножичком, Вадим говорит, ой, окно поставили уже, Ваня тут, вот, с этим шуруповертом ходит, что-то закручивает, окно уже стоит, ну, вот так вот, здесь мы живем, тут вот уже, видите, поставили окна, вот, ну, тут уже уже видели, наверное, ну, вот, так, что, тут тоже комнатку утеплили, сейчас будем обшивать, на пол доски уже купили, ну, все, что-то происходит, с только полным ходом,